Всем привет, друзья! По вашим просьбам в этом обзоре три популярные копии AirPods. Это TWS i7S, TWS i9S и, возможно, самая похожая и практически неотличимая модель i10 TWS. Ну и, конечно же, не обойтись без оригинальных наушников Apple. Три упаковки белого цвета в яблочном стиле, из качественного плотного картона. На передней части коробок изображение наушников. В отличие от Apple оно не фактурное, но и номера моделей. Сзади изображение кейсов и технические характеристики. У модели i7S габариты коробки один в один как AirPods, но на боковой панели изображение наушников разных цветовых вариантов. Наушники Apple выпускаются только в белом цвете. i7S – самые бюджетные из представленных. Их стоимость на момент записи обзора в районе 300 рублей. Форма кейса ужасная, не похожая на оригинал. Его неудобно носить в кармане брюк. Качество пластика кейса и самих наушников оставляет желать лучшего. С задней стороны в самом низу разъём microUSB. На лицевой стороне у самого дна находится кнопка с приличным зазором по кругу. Рядом два небольших отверстия со светодиодами. Они сильно просвечивают пластик. Крепление крышки полностью пластиковое. Магнитного замка нет и в помине. Крышка просто защёлкивается, но при этом надёжно держится. При встряхивании не открывается. Наушники достаются с небольшим усилием. На дне места хранения есть штыри, на которые садятся ножки наушников. Благодаря им они держатся и заряжаются в кейсе. Динамики наушников защищены пыленепроницаемой сеткой. Микрофоны расположены в отверстиях на внешней боковой стороне ножек. В их нижней части в отверстиях интерфейс для зарядки. Есть кнопки взаимодействия и в этой же области светодиодные индикаторы. Они, кстати, периодически мигают во время использования. В ушах сидят надёжно, во время бега не выпадают. Эти наушники гораздо больше яблочных прародителей. Выглядят наушники странновато, как колбаски в ушах. Я даже постеснялся снять шапку в метро, когда проводил их тест. Кстати, второе поколение наушников от Xiaomi тоже, так скажем, колбаски. Но в них никакого стеснения. Вот-вот на нашем канале выйдет на них обзор. Не пропустите. Следующие наушники i9s TWS. Модель уже в два раза дороже предыдущей. На момент написания обзора в районе 600 рублей. И они уже очень похожи на AirPods. Кейсом и самими наушниками. В отличие от i7s, кейс приятный нам взгляд и на ощупь. Но до Apple ещё далеко. Разъём microUSB расположен на дне корпуса. Рядом на лицовой стороне просвечивает яркий светодиодный индикатор. Крышка имеет магнит. В открытом состоянии есть люфт. Крепление крышки пластиковое, хоть и покрашено в цвет металла. Для того, чтобы достать наушники, достаточно открыть крышку и повернуть кейс кверх ногами. Магнит в самих наушниках не предусмотрен. На дне металлические контакты, которые пружинят при соприкосновении с контактами на ножках наушников. В ушах сидят хорошо. Во время интенсивной тряски головой не выпадают. От оригинальных AirPods практически не отличаются, разве что кнопками управления. Ну и наконец лучшая модель i10TWS, которая визуально отличается от AirPods фигурой выемки в месте открывания крышки, более грубым исполнением в стыке крышки с корпусом и интерфейсом подключения зарядного кабеля, а также наличием беспроводной зарядки по стандарту Qi. В этой модели разъём USB Type-C. На момент записи обзора их стоимость составляет около 1650 рублей. Крышка магнитная, петля соединения крышки металлическая. Люфт крышки такой же как и в i9s. Наушники точная копия яблочных. Есть датчики взаимодействия, отверстия динамиков в тех же местах. Направленный микрофон расположен в ножках. К сожалению, эти наушники не умеют распознавать, когда они вставлены в уши, а когда нет. Кажется, что датчики для этого есть. Но они всего лишь имитация, нарисованы на корпусе. На ножках есть обозначение левого и правого наушника. Звук наушников i7s достаточно плоский и невыразительный. Басы как таковые отсутствуют. В шумных условиях, в метро или возле оживлённой дороги максимальной громкости достаточно только для прослушивания музыки. Послушать аудиокнигу не получится. В спокойных условиях на максимуме испытываешь небольшой дискомфорт. Во время разговора звук только в главном правом наушнике. Со слов собеседника голос как будто в подъезде, но всё разборчиво и понятно. В модели i9s звук отличается от предыдущей в лучшую сторону. Более насыщенный есть лёгкий-лёгкий бас. Ярко выражен вокал, чего не скажешь о i7s. Максимальная громкость хорошая, но для прослушивания аудиокниг по-прежнему в шумных условиях недостаточно. Я не сказал бы, что звук ушей i10 сильно отличается от предыдущей модели. Хороший, насыщенный, ровный. Но максимальной громкости также недостаточно для прослушивания аудиокниг в метро. В целом звук отличный, но до AirPods очевидно не дотягивает. И в i10 TWS во время разговора работают оба наушника, а в предыдущих только один. Принцип взаимодействия и управления моделей i7s и i9s одинаков. Для сопряжения с устройством нажимаю и удерживаю функциональные кнопки с обеих сторон одновременно до тех пор, пока оба наушника не замигают попеременно красным и синим цветом. После этого нажимаю дважды на функциональную кнопку правого наушника, чтобы войти в режим сопряжения. На устройстве в настройках Bluetooth выбираю появившееся название. Затем в наушниках прозвучит сообщение на английском о том, что соединение установлено. Одинарное нажатие функциональной кнопки любого наушника сбрасывает входящий звонок. Двойное нажатие отвечает на вызов. Чтобы набрать последнего абонента из списка вызовов в режиме воспроизведения, нужно нажать кнопку два раза с любой стороны. В режиме воспроизведения одинарное нажатие останавливает или возобновляет воспроизведение открытого плеера. Удержание кнопки в течение двух секунд включает следующую композицию. Для отключения питания нужно держать кнопку необходимого наушника, пока не загорится красный индикатор. Они автоматически отключаются после того, как их убрали в кейс. Для повторного подключения необходимо достать наушники из кейса и зажать функциональные кнопки, пока не заморгают попеременно красные и синие индикаторы. Далее наушники автоматически произведут сопряжение со смартфоном. Взаимодействие и управление наушниками i10 отличается. Для ответа на входящий вызов или прекращение разговора нужно один раз прикоснуться к наушнику. В режиме воспроизведения одинарное касание останавливает или возобновляет воспроизведение открытого плеера. Для переключения на следующую композицию необходимо прикоснуться два раза. Ну а для переключения на предыдущую композицию необходимо нажать на наушник три раза. Для вызова ассистента необходимо удерживать наушник в течение нескольких секунд. Эти наушники автоматически отключаются в кейсе и подключаются, если их достать. Из представленных моделей только i10TWS поддерживает протокол Bluetooth 5.0, i7STWS и i9STWS поддерживают протокол Bluetooth 4.2. Все модели наушников можно использовать не только в связке, но и отдельно как гарнитуру. Уровень заряда наушников отображается в верхней информационной части смартфона и в меню Bluetooth в процентах. Все наушники совместимы как с iOS, так и с Android. Уровень заряда кейса i7S отображается индикаторами в нижней части кейса. Горит красный индикатор, низкий уровень заряда, горит синий индикатор, кейс заряжен. Чтобы наушники начали заряжаться после того, как их положили в кейс, необходимо нажать кнопку на корпусе. Принцип отображения уровня заряда кейса i9S такой же, как и в i7S. Но в отличие от предыдущей модели, наушники в кейсе начинают заряжаться автоматически. В роли кнопки выступает крышка. При закрытии она поддавливает наушники. Загорается красный индикатор и начинается заряд. Индикатор погаснет, когда наушники полностью зарядятся. На передней панели кейса i10 четыре зелёных светодиода, отображающих уровень заряда кейса. Если верить инструкции, когда горит один индикатор, уровень заряда 25%, два индикатора, заряд 50%, три индикатора, 75%, все четыре индикатора, заряд 100%. Сами наушники не имеют световой индикации. Заявленная ёмкость аккумулятора каждого наушника i7S 65 мАч. Автономное время работы наушников без зарядного кейса составляет 2-3 часа в смешанном режиме. Заявленная ёмкость аккумулятора док-станции 950 мАч. Зарядный кейс добавляет к времени работы наушников 10 часов. Заявленная ёмкость аккумулятора каждого наушника i9S 50 мАч. Позволит пользоваться наушниками в автономном режиме в течение 1,5-2,5 часов в смешанном режиме. Заявленная емкость аккумулятора те же 950 мАч, что добавляет плюс 10 часов к автономной работе. Полностью от кейса наушники зарядятся за 40-50 минут. Заявленная емкость аккумулятора каждого наушника i10 65 мАч. Заявленная емкость аккумулятора кейса 950 мАч. Этого хватит, чтобы добавить 10 часов к автономной работе наушников. Полная зарядка кейса и наушников займет 60 минут. i10 единственные из представленных поддерживают беспроводную зарядку стандарта Qi. И этим они отличаются от AirPods. Если задача приобрести бюджетные копии, но чтобы никто не заметил, что это пародия, это не Pro i7s. Кейс похож на дешевую низкокачественную игрушку. Наушники огромных размеров. Если вы не гонитесь за модой, за стилем, вы не притязательны к звуку, но хотите удобства без проводов и при этом потратить немного денег, эти наушники вам подойдут. Предположим, что у вас маленький ребенок 6 с плюсом лет. Просят беспроводные наушники. Смело берите i7s TWS. Как правило, в этом возрасте важно только наличие желаемого предмета. Поломает не страшно, потеряет не жалко. i9s TWS неплохой вариант за свои деньги, если сравнивать с i7s. Заметно интереснее и качественнее звук. В комплекте есть телеконовый чехол белого цвета и карабин из алюминия для крепления. Кейс практически идентичен AirPods, если не брать в расчет отсутствие кнопки на корпусе, слегка отличающийся размер и не сравнивать их вживую. Качество пластика i9s хуже, заметно отличается от AirPods. Но все же я бы порекомендовал присмотреться к модели i10 TWS. Эти наушники лучший аналог AirPods, который стоит своих денег. Есть возможность беспроводной зарядки, этой функции нет даже у наушников Apple. В отличие от i7s и i9s, эти наушники не имеют цветовой индикации, соответственно, они не мигают во время использования. Датчики касания один в один, как у оригинала. Качество звука на высоком уровне, а послушать аудиокниги в метро не получится даже с AirPods. Ну и перед тем, как сказать вам «до свидания», покажу тест рассинхрона при просмотре видео в YouTube и в играх. То есть люди должны понимать, что у них есть безграничные возможности в их жизни. Просто они должны сделать из цели план, исследовать и... «Дали сию передать до конца, до любви», когда один из другого тачил. Там была реп-база, мы висели там с чуваками, и я остался, висели наши чуваки, и я остался, и я что-то писал, 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 писал. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и звоните в колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Вам не трудно? Нам приятно. Ну и делитесь своим мнением и опытом использования ваших устройств. Еще не забудьте посетить наш портал gadgetpage.ru, там вы найдете самые свежие новости из мира технологий. А еще там есть распаковки новинок, подробные обзоры, разборы и живые фотографии.